В нашей стране, мне кажется, что тенденция достаточно позитивная. Вот мне лично кажется, что приходящие поколения, то есть, по сути дела, молодежь, начинает стремиться к вообще, так сказать, достаточно каким-то реальным созидательным вещам. Созидательным вещам, в отличие от даже не эпохи перемен, а даже недавнего времени, когда все хотели быть банкирами. Банкиры ничего не производят, кроме пузырей. Банкиры продали весь мир уже 10 раз. 10 раз. Мир продан 10 раз уже. То есть, весь мир стоит в 10 раз меньше, чем на него записаны долговых обязательств. И мне кажется, что в нашей стране есть тенденция определенная к реальному сектору, то есть, к реально созидательным профессиям. То есть, уменьшилось количество людей, которые занимаются юриспруденцией и прочими вот этими вещами, и идет увеличение интереса к реальным созидательным профессиям, к науке, к инженерно-конструкторному вот этому моменту, да, и, конечно, к информационным технологиям. Опасность какая? Опасность, я боюсь, заключается в том вообще, и это там глобальная опасность, что, в общем-то, для производства материальных ценностей, всех материальных ценностей, еды, я не знаю, товаров народного потребления, оружия, да всего-всего, в том числе и информационных технологий, требуется все меньше и меньше людей. То есть, в этом смысле огромное количество населения рискует остаться не то чтобы без занятия, а даже без возможности, даже без способности что-то делать, в отсутствии образования правильного и так далее. Даже если говорить о каких-то рабочих профессиях, да, то есть, собственно, не требующих там какого-то удивительно продвинутого высшего образования, даже там сейчас мастера, то есть, рабочий класс, да, он становится все более и более профессиональным в том смысле, что все более и более технологически подкованным, да, технологически подкованным. Я в свое время проходил практику, когда я был в школе, как токарь, и это было одно, сейчас токарь, это совсем другое. Токарь это сейчас программист, токарь это сейчас очень точно работающий, в чистой одежде человек. В наше время мы ходили в замасленных робах там и так далее. Вот мне кажется, что опасность заключается в том, основная опасность заключается в том, что очень многие люди могут остаться просто не у дела, совершенно не у дела. А вот, ну хорошо, есть образованные страны, есть, а есть Китай, например, да. В Китае средний класс 110 миллионов человек, это больше, чем все население Германии. А остальные-то миллиард 300 миллионов, это же совершенно средневековые крестьяне. Вот в чем дело, вот что они в век технологий будут делать. Ну пока что все сажают в рис вручную еще, вот, но это скоро пройдет.